книга открытым оком том 28 тема вера вопрос 1975 покажите ли хотя бы на одно выступление перед зарубежным собором которые более всего вам подходит отвечает игнатий тихонвич лапкин где есть четыре слова христос библия евангельская вера благовестия и они на нужном месте там я уже сижу кавычки открыты существует одна русская православная церковь это немного церквей а одна церковь она и так едина в том в чем должно быть единство находясь в здравом уме и трезвой памяти я не могу считать евхаристию в московском храме на большой ордынке отличной от евхаристии в русском храме расположенном скажем в городе бурленгейм штат калифорния оба являются православными храмами и более того оба являются русскими храмами на этот счет возможны разные мнения но уровень что большинство русских православных людей будет смотреть именно так далее будет ли кто утверждать что святой иоанн шанхайский является святым только в пределах зарубежной церкви а в москве он уже не святой так как не был канонизирован московским патриархатом тоже не едино в таком случае это внешняя церковная организация которая у поместной русской церкви повредилась в результате стражных событий двадцатого века конечно в церкви невозможно совершенно разделить внешнюю организацию от внутреннего содержания поэтому стремление к исправлению повреждений благодела организационное объединение церкви за границей с церкви на родине казалось бы должно быть частью такого исправления вот черты унии не открытое обсуждение в поисках истины а закрытые дипломатические переговоры поисках взаимоприемлемых уклончивых формулировок в конце концов во главу угла ставится даже не такое формальное согласие по спорным вопросам а только подчинение одной стороны другой при этом оговаривается скобках митрополит лавр в одном из интервью говорил об этом что поминание московского патриарха будет возможно делать так что это никто и не заметит скобках тогда зачем она но она необходима а в остальном ничего не изменится кавычках однако святой мира по принципиальным соображениям скобках наставит в одном из своих интервью патриарх алексий зарубежная церковь должна будет получать только из москвы а сама варить не будет скобках для справки до революции в россии мира варили в нескольких местах зарубежная церковь будет автономная в кавычках у нее будет по-прежнему свой первый иерарх однако избрание его будет утверждать московский сенот флорентийская уния бредская уния вам это ничего не напоминает естественный вопрос а зачем все это зачем автономия если будет одна церковь зачем поминать патриарха так чтобы никто этого не заметил автономия это полный абсурд либо если ничего не препятствует полное искреннее единство либо независимое существование скобках перри формулируем грубо если московская патриархия окей то зачем все оговорки уверения что ничего не изменится а если не окей тогда зачем лезть в хомут обсуждается не единство русской православной церкви невзирая на печатную риторику поднявшийся до крещения перед началом все зарубежного собора все зарубежному собору предложено практически без альтернативы согласиться на объединение двух церковных организаций зарубежной церкви как организации с московской патриархии а точнее присоединение первой ко второй в качестве автономной части именно это скобках так как речь идет об административной структуре я употребляю слово патриархия а не патриархат на ком развлечении любит настаивать официальные лица самой московской патриархии с другой стороны ее радикальные противники употребляют это словосочетание расширительно м.п. то есть советская церковь в кавычках или красная церковь в кавычках на иностранные языки она впрочем не переводима посмотрим на историю откуда взялась зарубежная церковь и откуда взялась московская патриархия факты общеизвестны хотя как ни странно о них забывают многочисленные предсоборные в кавычках публикации написанные в крайне легковесном стиле в результате поместного московского собора 1917 и 1918 годов в русской православной церкви было восстановлено под патриарство тем временем большевики развязали гражданскую войну которая была на деле войной против всего русского уничтожение церкви было одной из их главных задач всей была залита кровью в том числе кровью неисчислимых новых мучеников за веру в условии гражданской войны и последующего исхода значительное количество русских людей за беж скобках не бегство с родины как лгут сейчас наследники большевиков а исхода с оружием в руках русских людей защищавших родину от шайки интернациональных бандитов нормальное управление по местной российской церкви стало невозможно святой патриарх тихон издал указ обязывавший архиереев отделенных линии фронта или государственной границей от центральной церковной власти сносится друг с другом для образования временного управления а при невозможности и его каждому архиерею принимать на себя полноту власти временность в кавычках понималась до восстановления нормальной церковной власти по всей россии на этой основе оказавшиеся за границей архиереи на которых лежала ответственность за русских беженцев образовали сначала временное церковное управление а затем зарубежный синод первым председателем его стал митрополит киевский и галицкий антоний хоровицкий один из самых авторитетных русских епископов и один из трех избранных кандидатов на патриарший престол скобках как известно окончательно из этих трех кандидатов патриарха определил жеребий так возникла русская зарубежная церковь и никто в тот момент не предполагал что ее временное в кавычках положение станет весьма долгим внутри самой россии и после гражданской войны не прекращались гонения после кончины возможно насильственной патриарха тихона 25 марта 1925 года избрание нового патриарха по правилам определенном на массовском соборе было невозможным патриарх указал на случай смерти трех местоблюстителей патриаршего престола скобках временно до выборов патриарха опять-таки никто не предполагал что выборы так не состоятся такое право было ранее дано ему на поместном соборе ввиду сложившихся чрезвычайных обстоятельств известно что произошло в реальности на короткий срок смог принять на себя права обязанности местоблюстителя митрополит крутицкий петр полянский затем он был арестован и уже не выходил из заточения пока в 1937 году не принял мученический венец расстрелян 27 сентября 1937 года другие предполагаемые патриаршем завещанием местоблюстители святители кирилл и агафангел вообще не смогли приступить к своим обязанностям будучи в заточении скобках впоследствии также расстреляны автор ошибается митрополит агафангел не был расстрелян он и прославлен церкви как исповедник русская линия по завещанию митрополита петра составленному им накануне ареста митрополит нижегородский сергий строгородский принял на себя роль заместителя местоблюстителя патриаршего престола о том что может возникнуть нужда в таком понятии в прежнее время невозможно было и подумать строго говоря назначение заместителя выходила за рамки канонических норм и собственных прав митрополита петра как только местоблюстителя они патриарха но первоначально получила законность благодаря признанию других епископов с которыми сергий в первое время действовал единомысленно первое время то есть до издания печально знаменитой декларации 1927 года много говорят о тексте декларации еще важнее слов действия митрополита сергия после издания декларации он отверг протесты других иерархов в скобках находившегося в заключении митрополита петра будущих еще намочников митрополита кирилла казанского ага агафангела ярославского иосифа петроградского и многих других стал действовать единолично установив диктатуру первого епископа и использовал присвоенную себе власть чтобы впустить врага внутрь поставив назначение и смещение архиереев под контроль гпу не признающих декларацию сергий смещал а для гпу не признание стало основанием для ареста митрополит сергий подчеркивал что в кавычках заместитель вместо блюстителя является как бы его тенью с прекращением вместе вместо блюстительства или уходом вместо блюстителя исчезает и заместитель до известия о смерти митрополита петра в 1936 году скобках оказавшегося как теперь мы знаем лунным святитель был жив еще год его имя поминалось перед именем митрополита сергия однако после этого известия заместитель вместо блюстителя не исчез но стал сам называться вместо блюстителем еще до этого заведомо при жизни святителя петра митрополит сергий фактически присвоил себе титул первого иерарха кавычках метрополит московский и коломенский с наименований блаженнейший скобках решением синода который организовал единолично в нарушение соборных правил таким образом митрополит сергий узурпировал центральную церковную власть в россии а не обладал ею канонически он может считаться законом заместителем патриаршего места блюстителя действовавшим согласие других епископов лишь считанные месяцы с 10 декабря 1925 года арест митрополита петра до 16 июля 1927 года когда он издал декларацию после этого сергий лишь узурпатор лишь с огромной натяжка его формальные полномочия основанные на имени митрополита петра можно протянуть до 1936 года все эти факты и детали хорошо известны и изложены во многих источниках если мотивом действий митрополита сергия считать желание любой ценой сохранить центральную церковную организацию так называемую легализацией церкви то этой цели он добился перед войной открыто действовавшая часть церкви была почти полностью уничтожена сергий остался почти один война вот фактор реально изменивший ситуацию внешнюю организацию церкви в россии спасла не политика митрополита сергия а божий промысел карающие но и очистительная гроза страшной войны скобках не идет прямо к теме настоящей статьи но сам митрополит сергий был безусловно незаурядной фигурой лично не заслуживающее изображение одними черными красками он был незаурядным богословом можно упомянуть его магистерскую диссертацию в кавычках о спасении самые тяжелые годы гонений он высказывался общим богословским вопросом как например отношение конославным обращение сергия к православным русским людям в день начала войны 22 июня 1941 года сыграла огромную роль по свидетельству далеко не про советских настроенных современников например тогда архимадрида иоанна шаховского бывшего в 1941 году в берлине церковно-политические шаги сергия были вероятно отчасти мотивированы и принципиальным соображениями а именно убежденностью в исключительной важности единой внешней власти в церкви своеобразным папизмом в кавычках отсюда непримиримость к несогласным с его линии сталин по-своему честно выполнил обед данный им в начале войны если бог все-таки сохранит его то он прекратит гонения на церковь когда конечное поражение гитлера стало ясным скобках по документальным свидетельствам сталин уверился в победе еще перед курско-орловской битвой центральная церковная организация была в россии восстановлена московская патриархия в нынешней форме была создана в результате совещания трех архиереев у сталина 4 сентября 1943 года митрополита сергия митрополита алексия и митрополита николая и организованного через четыре дня с большевистскими темпами в скобках сталинская шутка на встрече игрушечного собора из 19 архиереев избравшего в кавычках митрополита сергия патриархом в скобках об этой встрече сейчас известно со всеми подробностями на основании документальной записи инициатива во всем исходила от сталина и иерархи не хотели или боялись о чем-либо просить сами затем после скорой смерти сергия в 1944 году уже внешне более представительный собор но по-прежнему с нарушением правил установленных на московском соборе 1917 и 1918 годов избрал новым патриархом митрополита алексия в скобках известно например что исповедник архиепископ лука бойный ясенецкий я так думаю противостава против стававший против такого нарушения был просто не допущен на собор платой за восстановление церковного управления стала не только абсолютная покорность и иерархов но постоянное повторение ими угодной советскому правительству лжи из общество известных из общеизвестных факторов фактов простите которые мы напомнили следует выводы сегодняшняя московская патриархия ведущая начало от 2 восстановления патриаршества в 1943 году по распоряжению сталина после 18 летнего перерыва а вовсе не непосредственно от святого патриарха тихона не может считаться канонической преемницей тихоновской патриаршей церкви в частности новая московская патриархия никаким образом не является матерью церкви для русской православной церкви за границей скобках как и например для парижской архиепископии архиепископии каноническое положение московской патриархии восстановленной в 1943 году с нарушением соборных решений и канонов очень не бесспорно как и сказано выше власть митрополита сергия между 1927 и 1936 годами могла считаться формально законной только с большой натяжкой после 1936 года она просто незаконна также мало законно по составу и по процедуре соборы 1943 1945 годов избравшие патриархами соответственно сергия и алексия скобках естественно что ни то ни другое избрание не было признана зарубежной церкви вопрос о законных методах избрания патриарха встал и в 1971 году при выборах патриарха пимена вместо скончавшегося алексия первого смотри в скобках например воспоминания архиепископа брюсельского василия уже в наше время при конце коммунизма тот же вопрос вставал при избрании нынешнего патриарха алексия второго его избрание из нескольких кандидатов можно считать намного более удовлетворительным чем избрание его предшественников тем не менее это было избрание в рамках той же системы крайние критики патриархии валифицируют действия митрополита сергия начиная с 1927 года как раскол и полное отпадение от церкви и по жесткой логической связи отрицают за ним и за всеми не порвавшими с ним общение утрату благодатности вплоть до сего дня московская патриархия суды с этой точки зрения в кавычках лжецерковь в кавычках церковь лукавную щих и тому подобное понятно что такая постановка неприемлема для московской патриархии но вопрос остается и на него нужно честно ответить формулировка настолько крайне что хочется отбросить ее не рассматривая тем не менее так как речь идет о таинствах и о спасении души страшно ошибиться это конечно вопрос не для индивидуального решения а для соборного мнения церкви мы должны посмотреть как на него отвечали святые новомученики как судила свободная часть русской церкви в скобках то есть русская православная церковь за границей священномученик кирилл казанский хотя сам прервал общение с митрополитом сергием и не советовал принимать таинства сергианских храмах не отрицал их действенности и спасительности для тех кто принимает их простоте в кавычках зарубежная церковь молилась о страждущей церкви российской включая безусловно и катакомбную и открытую ее части ограждая себя от притязаний высшего церковного управления в россии пока она находится вычках противоестественном союзе с безбожной властью скобках смотри например определение архиерейского собора зарубежной церкви в ответ на обращение патриарха алексия первого в 1945 году кавычки открыты к архипастырем и клиру так называемой карловацкой группы кавычки закрыты и многие другие документы нельзя отрицать также многие нити связывавшие церковные катакомбы с легальной частью что было бы невозможно если бы утверждение о церкви лукавную щих кавычках было бы верным осторожно можно видимо сказать так канонические неправда метролита сергия и его преемников и даже их ложь против новомучеников покрылись в кавычках действием святого духа веющего иди же хощет ради спасения миллион русских православных верующих наполнивших храмы после ослабления гонений и хотя бы ограниченного восстановления церкви 1943 по 1945 годы это не означает что этих неправд не было и что не требуется исправить нанесенные ими повреждения с другой стороны каноническое положение зарубежной церкви ведущие начала от законных русских архиереев действовавших указу святого патриарха тихона при первоначальной поддержке вселенского патриара и содействие сербской церкви бесспорно реальный вопрос который для нее стоит это пределы временности о которой говорил указ святителя тихона и который сама ограничилась зарубежная церковь без при своем создании когда эта временность должна закончиться таким образом нет решительно никаких оснований для присоединения зарубежной церкви к московской патриархии или воссоединения зарубежной церкви с ней как если бы она была прежде ее частью имеет смысл обсуждать соединение этих двух имеющих отдельное происхождение частей по местной русской церкви на основе добросовестного анализа канонического происхождения и в современного статуса каждой из них полезно полезно учесть еще ряд обстоятельств со времени возникновения русской зарубежной церкви изменился контекст мирового православия по сравнению с 1921 года скобках первый зарубежный собор набрали силу процессы отступления апостасии в нескольких поместных православных церквах были произведены обновленческие реформы возник новостильный раскол русская зарубежная церковь по мере сил противостояла процессам апостасии относительно изоляции от официальных в кавычках поместных церквей которые зарубежная церковь сейчас находится имеет не только политическое происхождение скобках давление советского союза на восточные патриархаты но выкает из ее собственной позиции выражены например скорбных посланиях в кавычках главам православных церквей митрополита филарета 1969 и 1971 годов безусловно эта позиция близка многим и иерархам и священникам московской патриархии но совершенно далека от позиций и действий патриархийного руководства а как быть со старостильными церквами болгарии и румынии скобках с греческими старостильники зарубежной церкви не находятся сейчас в общении у них собственный разброд но вопрос о них никуда исчезнуть не может зарубежная церковь и московская патриархия имеют совершенно разные церковные причина конечно в том что зарубежная церковь восприняла строй предначертанной по местным собором 1917 и 1918 годов в той мере как это удалось реализовать это соборное управление мы не синодальная как часто называли зарубежную церковь противники а соборная церковь говорил например святитель иван шанхайский московская патриархия до сих пор несет наследственные болезни советского времени в этом смысле устав московского патриархата от 2000 года есть даже откат назад по сравнению с уставом 1988 года хорошо известно что произошел фактический отказ от поместных соборов но важно и другое изменение положения о приходах фактическая ликвидация приходского собрания отсутствие понятия о фиксированном членстве в приходах это прямо противоположно нормам собора 1917 и 1918 годов принятым в русской православной церкви за границей на сборах зарубежной церкви совместно работают клир и миряне что открыты отнюдь не имеет в виду осуществление какой-то церковно-демократической программы кавычки закрыты по выражению митрополита антония храповицкого по московской патриархии конечно сказываются рубцы отгонений и нельзя за это бросать камни неволя и вольное отчуждение от мирян боязнь инициативы мирян есть один из таких рубцов в скобках вспомним введенный при хрущеве запрет на вне храмовую деятельность и положение о приходах в кавычках 1960 при советской власти происходило постоянное понижение уровня духовенства и сведения его роли до отправления культа то есть иначе говоря рубцы объяснимы но это не значит что их надо не лечить или хуже возводить в норму трудно отрицать что после 1990 в московской патриархии произошло подавление процессов очищения церкви и инициативы мирян сергианство о которой сломано так много копий это вовсе не прошлое деяние митрополита сергия которым будут давать оценку церковные историки это прежде всего вера в решающую роль внешней власти церковной или гражданской во его рода папизм в кавычках сейчас сергианство это участие в светской дипломатии светской жизни как общественной одной из а не церковной силы заседание с муфтиями раввинами и тому подобными тому подобное привычный обмен поздравлениями наградами признание раздела россии активный экуменизм и втягивание в апостасию очень важный момент роль зарубежной церкви как островка старой истинной россии это самой себе есть величайшая ценность в зарубежных храмах с 1921 года на каждой литургии произносится молитва о спасении россии можно ли сомневаться что наше избавление от коммунизма в немалой части обязана ей многие делители зарубежной церкви имеют малорусское или даже карпаторусское происхождение в скобках как нынешний первый иерарх митрополит лавр но в делах зарубежной церкви есть только русские но нет отдельно и противопоставлено друг другу русских и украинцев в советском смысле этих слов зарубежная церковь никогда не задавалась целью миссии среди окружающих неправославных народов но несмотря на это в ней преуспела назову только одно имя отец серафим плотинский юджин роуз в уже упомянутых скорбных посланиях писаниях архиепископа аверкия деятельности святителя иоанна шанхайского в скобках например восстановление почитания западных святых зарубежная церковь проявила вселенское измерение русского православия при своем антиэкуменизме зарубежная церковь накопила правильный опыт конструктивного взаимодействия с инославными западными христианами в борьбе с наступлением антихристианских сил князя мира сего все сказанное не следует понимать как превознесение зарубежной церкви над церквью на родине или призыв к такому превознесению не так именно для церкви на родине важно сохранение того хорошего что удалось до этого сохранить и создать в зарубежной Руси в условиях свободы при уни это может быть утрачено в скобках как совместить антиэкуменизм например и церковную дипломатию в кавычках предложение собору резюмируя можно сказать что четвертый всезарубежный собор русской православной церкви за границей окажет услугу русским православным людям в России и всей православной церкви если решит следующее первое снятие со стороны зарубежной церкви препятствия к полному литургическому общению с мирянами и клирике московской патриархии в скобках узаконив реально существующую практику в отношении мирян а говорив только о возможности отказа входить в общение с отдельными иерархиями если будут известны их одиозная роль во время гонений и непринесения покаяния в этом или же проявится практическое отступление от православия через экуменическую молитву с еретиками или иную подобную экуменическую деятельность второе сохранение существующего независимого положения русской зарубежной церкви без какого бы то ни было административного присоединения к московской патриархии третье готовность со стороны зарубежной церкви к соборному в духе любви и истине обсуждению всех животрепещущих вопросов церковной жизни русской православной поместной церкви вместе с другими ее частями в надежде будущего свободно созванного поместного собора по типу московского собора 1917 и 1918 годов четвертое оставление вопроса о единстве управления русской православной поместной церкви такому будущему собору который и должен будет переустроить ее церковное управление на соборных началах в духе московского собора упразднив тем самым и московскую патриархию в нынешней форме и отдельное управление зарубежной церкви не нужно забывать и о возможности создания в будущем новых поместных православных церквей в странах русского рассеяния по поводу последних пунктов скептики скажут такого не будет никогда в кавычках на это ответим Богу все возможно и как проявится его воля мы знать не можем будем верить и молиться в каждый момент по нашим малым силам еще ослабленным грехами готовясь дать ответ Богу в своем личном выборе сказал Господь Бог Израилев жизнь и смерть предложил я тебе благословение и проклятие избери жизнь дабы жил ты и семя твое второзаконие 30 глава 19 стих да воскресит Бог святую православную Русь конечно немаловажную роль играет задача ликвидации претендента независимой епархии как и вопрос контроля над епархиальной недвижимостью но идейной основой выступают именно позиция отказа от миссии и превращения зарубежных русских церквей в чисто представительские организации наподобие посольств кавычки закрыты премудрость Соломона 9.4 даруй мне присидящую престолу твоему премудрость и не отри меня от отроков твоих Сирахов 28.11 беседа благочестивого всегда мудрость а безумный изменяется как луна книга Даниила 2.21-22 стихи он изменяет времена и лето низлагает царей и поставляет царей дает мудрость мудрым и разумение разумным он открывает глубокое и сокровенное знает что во мраке и свет обитает с ним из некогда каньона и ущелья водораздел по сути бытия при обольщении очень мягко стелют но при печет застунут без питья в храм некогда пойти по воскресеньям обугленному жаром суеты а время подлинно тогда в аду оценят чтоб в тартаре без времени застыть и некогда исследовать писание такая занятость в дому и на дворе все ждем что лучшая пора настанет и колобродим совести во вред учебой занятость а очень пустоту история в срамных кровавых кляксах и некогда пусть дети подрастут от этих деточек придется горько плакать на благовестие все некогда пойти с уютной тишиною распрощаться и оскорбление среди родных скотин от некогда нет пользы при несчастьях и лжом бессовестно по-крупному нахально мол некогда и совесть не тревожит и совестью по-скотски зарастаем в кале в киот иконы лезем с толстомордой рожей две целых и две десятых миллиарда раз шагнет секундное к семидесятилетию все некогда дебильность и маразм со всех сторон возможностей облепят вот это самый лучший день и час даруемый мне Богом и Еговой зовут на подвиг по мозгам стучат но спит ленивец в некогда запоем благоприятные моменты расцелуй а что мешает спятится и сгинет к нам некогда не вхож раскаемся мы вслух нас рвут на некогда из преисподней скимны 1 июня 2008 год Игнатий Тихонович Латкин ух не вхожих и не вхожих не вхожих Продолжение следует...